Продажи ноутбуков в мире постоянно растут, и это неудивительно. Далеко не всем нужен мощный домашний компьютер. Многим вполне хватает ноутбука, который можно взять с собой и с которым можно поваляться вечерком на диване. И как обычно, популярность означает наличие большого числа мифов об этих гаджетах, и мы их сегодня будем развеивать. 10 мифов о ноутбуках, про которые пора забыть. Первый миф. Игровых ноутбуков не бывает. До сих пор при мысли об играх, достаточное количество пользователей думают о стационарных ПК или консолях. А о ноутбуке это так, максимум в доту сыграть. Однако на деле это уже как минимум 3 года не так. Почему именно такой срок? Да потому что 3 года назад, с выходом видеокарт GTX тысячной серии, Nvidia решила ставить одинаковые видеочипы что в ноутбуке, что в дискретные видеокарты. Разница заключается лишь в частотах. Так что ноутбук с GTX 1080 или даже RTX 2080 вполне себе реальность, пусть даже и достаточно дорогая. Конечно, на деле из-за более низких частот какая-то часть производительности теряется. Но все еще мобильный RTX 2080 будет быстрее десктопной RTX 2070. Так что игры в Full HD или даже 2К на максимальных настройках графики на ноутбуках вполне реальны. К слову, Intel со своими мобильными процессорами поступила схожим образом. В продаже можно найти решение на 8-ядерных Core i9, которые по своей производительности быстрее мощного 6-ядерного десктопного Core i7-8700K. Так что ноутбуки не просто кое-как тянут современные игры. Они вполне могут делать это на максимальных настройках графики с высоким FPS. Второй миф. Если ноутбук долго используется от сети, то аккумулятор лучше вынуть или отключить. Это еще один закоренелый миф. Дескать, при 100% заряда аккумуляторы быстро деградируют. На деле литиевые аккумуляторы не любят две вещи. Это либо перезаряд, но его не будет, так как все батареи имеют встроенные контроллеры. Либо глубокий разряд. Это слишком сильное снижение напряжения, чего опять же не допустит контроллер. Использование ноутбука при 100% заряда аккумулятору никак не навредит. Однако раз в месяц имеет смысл полностью разрядить и зарядить его, дабы откалибровать этот самый контроллер. К тому же, вынимая аккумулятор или отключая его, вы по сути превращаете ноутбук в стационарный ПК и теряете его преимущество. Например, если внезапно выключат свет, вы просто потеряете все несохраненные данные. Друзья, а перед следующим мифом я хочу коротко рассказать о нашем партнере, онлайн-университете Skillbox. Когда 13 лет назад я учился на военного инженера, я даже и представить себе не мог, как технологии быстро войдут в нашу жизнь. Сейчас у каждого в кармане лежит полноценный компьютер, а ноутбуки по своей производительности уже превзошли домашний ПК трех-пятилетней давности. Все мы быстро научились пользоваться гаджетами и не вылезаем из сети. Но чтобы стать по-настоящему успешным и современным, просто пользоваться всем этим недостаточно. Современному миру не нужна армия бухгалтеров и экономистов. Будьте дальновидными, освоите действительно актуальную профессию. В декабре в онлайн-университете Skillbox проходит новогодний бесплатный марафон по трем профессиям будущего. Веб-дизайн, интернет-маркетинг и программирование. На нем вы сможете познакомиться с профессиями поближе, а кто-то из вас, может быть, найдет профессию своей мечты. На марафоне вас ждут вебинары от экспертов в Facebook, Figma, Ozon, Aviasales, ВКонтакте и других крупных компаний. На мастер-классах вы узнаете, как стать профи в новой профессии и с чего начать обучение. К тому же всех участников марафона ждут подарки от партнеров Skillbox. Попробуйте себя, регистрируйтесь по ссылке в описании и измените свою жизнь. А мы едем дальше. Миф номер три. Если ноутбук перегревается, купите охлаждающую подставку. Процессоры и видеокарты в ноутбуках сами по себе греются сильнее, чем в ПК. Сказываются меньшие размеры корпуса и более простые системы охлаждения. Поэтому неудивительно, что через год другой работы многие замечают, что температуры становятся уже критично высокими, а шум кулеров слишком громким. И тут некоторые пользователи делают фатальную ошибку. Они идут и покупают охлаждающую подставку. В итоге шум от возросшего количества вентиляторов становится еще громче, а эффект обычно около нулевой, теряется максимум пару градусов. Почему так? Да потому что принцип работы системы охлаждения в ноутбуках в основном таков. Через отверстие в нижней крышке холодный воздух проникает внутрь корпуса. Там его захватывают в вентиляторы и пропускают через радиаторы, тем самым охлаждая их. Однако если сами радиаторы забиты пылью, то увеличение потока холодного воздуха, а именно это и делает охлаждающая подставка, практически не поможет. И уж тем более она не поможет, если подсохла термопаста на CPU или GPU. Так что если ваш ноутбук стал сильно греться, не тратьте деньги на охлаждающую подставку. Лучше обслужите девайс, это поможет гарантированно. Четвертый миф. Мощные ноутбуки имеют слабую автономность. Действительно, раньше так и было. И многие игровые монстры работали от силы пару часов даже при невысоких нагрузках. Однако все изменилось. Современные процессоры от Intel и AMD без нагрузки способны сбрасывать частоту до 800 МГц, потребляя при этом минимум энергии. А благодаря технологии Nvidia Optimus отключается дискретная видеокарта, когда она не нужна. Ведь интегрированной графики вполне хватает для комфортного серфинга в интернете и просмотра фильмов. В итоге тот же Acer Concept D, оснащенный мощным шестиядерным Core i7 и неплохой RTX 2060 вкупе с аккумулятором на 108 Вт-часов, способен проработать порядка 6-7 часов при невысокой нагрузке. Этого вполне хватит на рабочий день и позволит не брать с собой зарядку. Пятый миф. Игровые ноутбуки — это всегда чемоданы с весом под 5 кг. Действительно, большинство мощных ноутбуков с топовыми процессорами и видеокартами сложно назвать компактными. Они весят несколько килограмм, имеют толщину с хорошую энциклопедию и влезут далеко не в каждую сумку. Но стоит понимать, что прогресс не стоит на месте и системы охлаждения постоянно развиваются. К тому же, производители процессоров и видеокарт быстро поняли, что потеряв буквально 10-15% производительности, можно снизить теплопакет зачастую на треть. Как итог, в продаже есть такие модели, как Asus Zepros, где в корпусе толщиной всего 19 мм, уживается вместе с шестиядерной Core i7 и RTX 2070. Конечно, у них несколько порезаны частоты, но все еще играть в Full HD на высоких настройках графики на таком ноутбуке можно абсолютно без проблем. Шестой миф. Производительность игрового ноутбука никак нельзя увеличить. Казалось бы, это действительно так, что процессор, что видеокарта распаяны на материнской плате, и их замена невозможна. Есть китайские модели, где используют десктопные CPU, о которых мы уже рассказывали, но в основном замена без распайки невозможна. Однако всегда можно разогнать видеокарту. Ставьте тот же MSI автобернер и крутите ползунки в большую сторону, только поосторожнее с этим. С процессорами все интереснее. Обычно их проблема достаточно низкий теплопакет, который зачастую составляет всего 45 Ватт, чего маловато для шести или восьмиядерного CPU. И тут помогает такая фишка, как андервольтинг. Это снижение напряжения. Она приводит к тому, что процессор укладывается в тот же теплопакет уже при больших частотах. Это позволяет абсолютно безболезненно увеличить его производительность на 10-15%. Миф номер 7. Топовый ноутбук должен быть с разрешением экрана 2К или даже 4К. Да, маркетологи постарались и здесь. И сейчас ноутбук с разрешением экрана в 3840 на 2160 уже не редкость. Однако на практике оно будет вам только вредить. Во-первых, плотность пикселей в таком случае получается больше 200 на дюйм, что вынуждает использовать в системе масштаб зачастую в 150-175%. Это приводит к тому, что в неоптимизированных программах шрифты могут стать мыльными, то есть произойдет ровно обратное от того, что вы ожидали от такого четкого дисплея. Во-вторых, чем выше разрешение, тем выше нагрузка на видеокарту и тем больше энергии требует матрица. А это в свою очередь приводит к падению времени автономной работы, причем зачастую на существенные 20-30%, если сравнивать одинаковые модели с версиями 4К и Full HD. К тому же версия с 4К будет ощутимо дороже, это еще одна причина отказаться от нее. Ну и в-четвертых, на высоких настройках графики, с 4К справляется разве что RTX 2080. Но самое главное, что в играх на диагонали в 15-17 дюймов вы практически не увидите разницу между таким гигантским разрешением и обычным Full HD. А с учетом того, что в 1080p комфортно поиграть можно уже на GTX 1660, а RTX 2080 на нем будет выдавать под сотню FPS даже в тяжелых новинках, про сверхвысокое разрешение экрана в ноутбуках лучше забыть. Восьмой миф. Тачпады ноутбуков на Windows ужасны, придется носить с собой мышь. Это уже давно не так. И даже в игровых ноутбуках, в которых тачпады для галочки, они все еще имеют достаточно большие размеры и поддерживают жесты. А уж если брать ультрабуки, то они почти все поголовно имеют так называемую высокочастотную сенсорную панель, позволяющую проводить жесты хоть четырьмя пальцами и без проблем отказаться от мыши в большинстве повседневных задач. Миф номер девять. Компьютер можно сделать максимально тихим, а вот ноутбуки всегда шумят. Лет десять назад, когда процессоры не имели полноценных энергосберегающих функций, вентиляторы в ноутбуках всегда вращались и временами мешали работать. Однако, как я уже сказал выше, современные процессоры от Intel и AMD могут быть крайне экономичными при низкой нагрузке, потребляя всего несколько ватт. Это позволило многим производителям ультрабуков снижать обороты вентиляторов в повседневных задачах до неслышного нашему уху уровня или вовсе отключать их. Более того, в игровых ноутбуках зачастую есть предустановленные утилиты для тонкой настройки системы, и там есть профили для вентиляторов, которые помогут сделать ноутбук тихим, когда это нужно, и наоборот громким, но быстрым в играх. Ну и на крайний случай есть универсальные утилиты типа ноутбук FunControl, в которых есть профили для множества моделей в ноутбуках, с помощью которых можно настроить работу системы охлаждения на свой вкус. Так что, как и ПК, современные ноутбуки можно сделать тихими. Миф номер 10. Игровые ноутбуки хороши тем, что позволяют поиграть в дороге. Удивительно, но вот это как раз не так. Да, вы могли ожидать, что после покупки топового ноутбука сможете играть на нем в дороге или на природе, однако реальность сурова. Времени автономной работы вам хватит лишь на один матч в CSGO, а производительность будет посредственная. Причины этому просты и очевидны. Топовые CPU и GPU вполне могут потреблять свыше пары сотни ватт, а вот впихнуть даже в достаточно крупный ноутбук аккумулятор свыше 100-120 Вт – это уже проблема. Поэтому реальное время работы в играх редко превышает один час, и снижение производительности сделано ровно для этого же. Если никак не ограничивать процессор и видеокарту, они вполне способны разрядить батарею за полчаса, а ей такой быстрый разряд отнюдь не полезен. Вот и получается, что на самом деле игровым ноутбук становится только будучи подключенным к розетке. При питании от аккумулятора это скорее мультимедийное, чем игровое решение. Как видите, мифов про современные ноутбуки хватает. Знаете какой-нибудь еще? Обязательно напишите об этом в комментариях. И, друзья, напоминаю, 15 декабря вместе с AeroCool и Team Group мы запускаем конкурс репостов, где каждый сможет забрать один из 12 призов от спонсоров. Там будет и игровое кресло, и корпуса, и ОЗУ, и SSD, и другие подарки. Уже 7 января вместе с Руди в прямом эфире на нашем канале мы пообщаемся с вами и выберем 12 счастливчиков. А для тех, кто будет смотреть прямой эфир, я разыграю дополнительный приз от себя. 15 декабря в нашем сообществе. Не пропустите. А я с вами прощаюсь. С вами был МК. До скорых встреч.